Пострадавшие от непогоды белорусы могут получить матпомощь. Она может быть оказана тем, у кого доход в месяц на одного члена семьи не превышает 628 рублей. Обратиться за единовременным пособием необходимо в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства. В Беларуси резко выросли цены на картофель за месяц на 9,4%. В Минэкономике пояснили, в этот период происходит смена ассортимента. Старые зимние корнеплоды уходят, появляются новые. Также подчеркнули, стоимость потихоньку снижается. На прилавках начала появляться продукция от отечественных фермеров. На реставрацию Бобруйской крепости можно пожертвовать через QR-код. Памятник истории и архитектуры первой половины XIX века – один из центральных монументов города. С течением времени и под влиянием природных условий часть оборонительных сооружений претерпела губительные изменения и требует немедленного проведения работ по их ремонту, реконструкции и консервации. Более подробную информацию можно узнать на городском портале bobrlife.by. 7 августа в Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить электронную консультацию. Активно формируются группы по переквалификации населения. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома. 16 белорусских спортсменов выступят на Олимпийских играх. Атлеты проявят себя в таких видах спорта, как греко-римская борьба, плавание и тяжелый атлетик, а тэквондо. За награды будут бороться 7 мужчин и 9 женщин. Состязания пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.